Перекрёсток улиц Гончарова и Карла Маркса Перекрёсток улиц Гончарова и Карла Маркса можно назвать самым оживлённым в нашем городе. Тысячи машин и пешеходов каждый день. 1 сентября из всей этой разномастной толпы выделялись школьники, которые шли на линейке. На перекрёстке их встречали люди в форме инспекторов ГИБДД, которые в этот день проводили акцию, направленную на безопасность дорожного движения. Каких только лент не раздают на улицах российских городов. Белые, синие, красные, жёлтые, зелёные. Но, пожалуй, только одна из них спасает жизнь. Это светоотражающая лента, которую сегодня раздают на улицах Ульяновска сотрудники ГИБДД. Раздавая ленты, инспекторы давали и краткие инструкции по их пользованию. В частности, чтобы вязать их нужно на одежду или рюкзак. Главное, чтобы лента отражалась в свете автомобильных фар, когда человек идёт по улице. Объясняли полицейские некоторые правила дорожного движения. Дети силовиков не пугались, инструкции по ПДД слушали, с улыбкой забирали себе ленты. Я пешеход, я знаю свои правила, то, что можно переходить только по зебре и только на зелёный свет. Ни в коем случае. Нет, на красный. Даже когда красный горит и нет машин, я не нарушаю. Я стою, жду зелёный. Кроме школьников, инспекторы ГИБДД проводили беседу и с родителями. Всё-таки именно они в первую очередь должны объяснять своим детям элементарные правила дорожного движения. Наставляю ежедневно, постоянно, прежде чем выйти ему из дома, объясняю ему, напоминаю, чтобы он был внимательный на светофоре. Не переходил дорогу в неположенном месте. Чтобы привлечь внимание детей, вместе с сотрудниками полиции на перекрёсток вышли и ростовые фигуры. Сова и зелёный человечек, на поверку оказавшийся персонажем мультсериала «Фиксики». Дети хоть и спешили на линейке, но не прочь были с ними сфотографироваться, как, впрочем, и с полицейскими. Но всё-таки правила дорожного движения – это дело серьёзное. Хочется обратиться к водителям. Уважаемые водители, с 1 сентября на дороге будет очень много детей. Поэтому соблюдайте правила дорожного движения неукоснительно. Соблюдайте скоростной режим, требования светофора, дорожных знаков, разметки. И, конечно же, снижайте скорость перед пешеходными переходами. Дети не всегда правильно ориентируются в сложной дорожной обстановке. Поэтому нужно быть предельно внимательными. К родителям просьба. Каждый раз, когда ваш ребёнок выходит из дома, проводите с ним профилактическую беседу. Переходить дорогу только на зелёный сигнал светофора, только по пешеходному переходу. И, конечно же, будьте примером для своих детей. Хочется надеяться, что в этом году на дорогах Ульяновской области не будет ДТП с участием детей. Вдруг такое чудо произойдёт? Игорь Улитин, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда. Руслан Баталов. Новости дня.